Всех приветствую! Уважаемые земляки, представляю вам следующего гостя. Это кандидат депутата Народного хурала по Калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 3 Донара Борисовна Шалханова. Итак, Донара Шалханова родилась в селе Заливной, приозерного района Калмыцкой ССР в 1973 году. В 1998 году Донара Шалханова с отличием окончила Российскую Академию имени Гнесиных. В 2013 году окончила Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1998 по 2005 год являлась солистское бюджетное учреждение Республики Калмыкия, Национальный оркестр Калмыкии. С 2005 года по 2020 год возглавляла данное учреждение и с 2020 года по настоящее время снова является солистской Национальной оркестр Калмыкии. С 2013 года по 2018 год являлась депутатом Народного хурала Республики Калмыкия. С 2008 по 2019 год являлась членом Государственной комиссии по наградам при главе Республики Калмыкия. За трудовую деятельность была достойна следующих званий. Заслуженный артист Республики Калмыкия, заслуженный артист Республики Ингушетия, а также заслуженный артист Российской Федерации. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях Донара Борисовна Шалханова, кандидат к депутату по Калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 3. Приветствую, Донара. Я буду с телефоном, я специально подготовил вопросы для вас. Поскольку многие у меня спрашивают, когда будет Донара Борисовна, все ждут, потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что такой кандидат, как вы, это уже вызывает определенное удивление, и люди ждут. И, соответственно, первый вопрос в связи с этим, почему вы решили идти в депутаты? Раньше, да, вы были депутатом, но после такого перерыва, и сейчас вы кандидат, и кандидат по одномандатному округу. Я участвую в выборах, ну, во-первых, потому что я человек и гражданин, которому абсолютно не безразлично все, что происходит в нашей стране, в нашей республике. Во-вторых, я представитель культуры, причем народной культуры. И мое творчество всегда отражало в сети убеждения и ценности, которых я придерживаюсь. Я знаю, что существует скептическое мнение о присутствии артистов в предвыборных кампаниях, в законодательных органах. Во власти, можно так сказать. Да, я понимаю это мнение, но во многом не соглашусь. Да, есть первоочередные задачи, которые надо решать. Это вопросы, связанные с медицинской помощью, с качественным образованием, поддержка многодетных семей, помощь больным детям. Это вопросы, связанные с проблемами жилищно-коммунального характера. Вот последнее форс-мажорное событие, которое произошло, отключение воды, которое довело действительно до точки кипения наших горожан. И мы понимаем, что как бы не до культуры, и мы не можем сказать о том, что культура — это именно та область, на которую нужно прежде всего обратить внимание. Но мы считаем, что нельзя и забывать про нашу отрасль, нельзя недооценивать те задачи, которые исполняет деятель культуры, поднимать дух нации, просвещать, воспитывать, в конце концов. Деятель культуры — не клоуны, которые развлекают. Мы архитекторы человеческой души, и так было во все времена. И об этом важно помнить, размышляя о том, что делает артист в политическом поле страны. Необходимо понимать. К тому же, я думаю, что суть законодательного органа заключается в том, что это народное представительство. И мне кажется правильным в парламенте нахождение представителей разных отраслей, в том числе отрасли культуры. Обычно я согласен с вашим мнением о том, что наличие деятелей культуры во власти является обязательным, поскольку если это парламент, то это представительство. Кроме этого, я учился в университете, все, кто получил высшее образование, изучали культурологию. И там я понял, что культура — это вообще не просто культура, где танцуют, поют, физическая культура. Культура бывает разной. А самое главное, что это уровень развития. То есть уровень развития того или иного общества в определенный период. Я считаю, что деятели культуры должны быть во власти, и я думаю, они, кто-кто, они в первую очередь должны кричать и трубить то, что у нас уровень развития сейчас не очень на высоком уровне. И вот в связи с этим, Доран Борисович, вы идете как представитель культуры. Мне бы хотелось с вашей стороны услышать от вас ответ, как вы видите на сегодня развитие нашей культуры именно республиканской, какие проблемы актуальные на сегодня есть, и как вы их будете решать в случае избрания вас депутатом. Вы знаете, Санал, действительно, для обывателя, для многих обывателей культура — это песни и танцы. Ну да, пришли, посмотрели, похлопали. Но это не только песни и танцы, это наша история, это наши традиции, это наш язык, это культурное наследие нашего народа. Это система ценностей, которая передается из поколения в поколение. И те деятели культуры, которые на сегодняшний день сохраняют богатство народа, работающие в разных видах искусств, это и режиссеры, и актеры, и художники, и скульпторы, и музыканты, и вокалисты и так далее. То есть это огромная армия работников культуры, которая также нуждается в том, чтобы их интересы представлены были на самом высоком уровне. Вы говорите, у меня есть такое слово, как будто, знаете, вот эти люди, они такие посланники для нас, чтобы мы развивались. Конечно. У меня вот такая метафора пришла. Но, к сожалению, культура всегда идет последней строкой в бюджете. Возвращаемся в реальный. К сожалению, всегда финансируется по остаточному принципу. Но, с другой стороны, культура всегда в первых рядах на каких-либо важных государственных мероприятиях. В общем-то, визитная карточка того или иного региона или страны. На сегодняшний день достаточно много актуальных вопросов, которые бы можно было озвучить на площадке парламента. В первую очередь, это низкая заработная плата. Я, конечно, не финансист, но я не понимаю, почему у нас такие низкие должностные оклады. Я много езжу по регионам, общаюсь с коллегами и знаю, что в некоторых регионах должностной оклад равен величине МРОТа. Сюда же, на этот базовый оклад начисляются проценты за звание, проценты за выслугу лет, другие коэффициенты. И, в общем-то, получается такая достойная зарплата. У нас в разы меньше должностной оклад, соответственно, на него начисляются те же самые проценты, но в итоге зарплата очень скромная. Я, конечно, понимаю, что Министерство финансов прилагает максимум усилий, чтобы наша отрасль существовала и как-то продержалась. Но, тем не менее, конечно, мы понимаем, что этого недостаточно. Я 15 лет проработала директором национального оркестра Калмыкии. Я знаю, что, допустим, средняя заработная плата фонда нашего коллектива никогда не дотягивала до среднего уровня по региону. Понятно, что сегодня многие деятели культуры говорят о том, что необходимо увеличить бюджет на культуру до 3% ВВП. В прошлом году это было 0,7%, в этом году еще меньше 0,6%. Тем не менее, будем надеяться, что ситуация как-то изменится. Но это же напрямую зависит в разрезе регионов, что мы в итоге будем получать. Вторая актуальная проблема – это нехватка кадров. Как говорили в советские времена, кадры решают все. И, на мой взгляд, проблема нехватки кадров уже начинается у нас в системе образовательного процесса. То есть на начальных этапах. У нас, если говорить о трехступенчатости образования, я имею в виду музыкальная школа, музыкальный колледж, вуз, эта цепочка у нас не выстроена. Для начала надо поддержать педагогов какими-то доплатами существенными, которые выявляют этих талантливых детей, работают с ними, стимулируют их на то, чтобы ребенок талантливый оставался в нашей сфере, чтобы он готов был поступить далее в музыкальный колледж. Вот это мотивация, что было? Да, конечно. Затем поступает ребенок в музыкальный колледж, а там у нас стипендия мизерная – 400 рублей. Сколько? 400 рублей стипендия у нас, насколько я знаю, в нашем колледже искусстве. В музыкальном училище? Да. Застопорился вопрос строительства реконструкции колледжа. Нет общежития для талантливых ребят в сельской местности. Закончил колледж, многие не могут себе позволить поехать поступить в другие регионы и получить высшее образование в области культуры и искусства. Очень хорошая практика, медицинский факультет в КАОНГУ. Почему бы не открыть такой же факультет в нашей сфере? Но я понимаю, что в этом деле тоже нужна серьезная финансовая подпитка. У нас как-то еще народный жанр популярен, но не должным образом поддерживается, например, направление академического жанра. Я знаю, что сейчас, например, на фортепианном отделении учатся три студента на курсе, а раньше это было от 10 до 15 человек. На День республики, кстати, прошел замечательный концерт вокалистов академического жанра. Но практически все, кто участвовал в этом концерте, они не работают в нашей республике, они работают в других регионах. Но это наши люди, выходцы из нашей республики. Я просто думаю, что есть оправдание. Прежде всего, опять-таки же, все взаимосвязано. Опять-таки же, низкая заработная плата. И нет учреждений, в которых они могли бы работать, например, в того же музыкального театра, о котором много лет говорят. И опять-таки же, нет таких образовательных учреждений, где бы они могли делиться своим профессионализмом, мастерством, своим образованием, навыками. На федеральном уровне не профинансирована и не работает программа «Земский работник культуры». А мы знаем, что существует программа «Земский врач», «Земский учитель». Благополучно все работает. Мне кажется, это тоже было бы для спасения. Спасением для сохранения культуры. Такая программа есть? Разработана или как? Да, видимо. Она разработана, но она не профинансирована. Она же все-таки должна быть подкреплена. А, то есть «Земский работник культуры» программа есть? Ну, просто она. Теоретически она существует, но она на практике не работает. Не работает, да. На федеральном уровне не работает. Есть немаловажный вопрос. Это льготы по коммунальным расходам. Когда вот в сельском местности ею пользуются, например, я знаю, работники здравоохранения и образования. Раньше работники культуры тоже пользовались этой услугой. На сегодняшний момент этой услуги нет. Я не знаю, с чем это связано, но я считаю, что необходимо вернуть эти льготы нашим работникам. Мы развиваем туризм. Мы делаем свои первые шаги в этой отрасли. Но мы все знаем прекрасно, что неразвитая инфраструктура, проседает сервис обслуживания. Но, тем не менее, турист к нам возвращается и с радостью приезжает к нам, потому что, опять-таки же, привлекает их. И наша богатая культура, и наш национальный менталитет, наше гостеприимство, национальная кухня и так далее, и так далее. Но в этом направлении еще много предстоит сделать. Мы наблюдаем, как в соседнем Дагестане семимильными шагами развивается эта отрасль. И буквально в кратчайшие сроки это стало очень популярным направлением на юге России. И чувствуется же, какая серьезная поддержка со стороны федерального центра им оказывается. В Бурятии, насколько я знаю, выделено 900 с лишним миллионов на развитие культуры и туризма. Это впечатляет, это действительно серьезная государственная поддержка. Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Нарву, спасибо за ответ. Благодаря вашему ответу я понимаю сейчас, если мы не будем называть, наоборот, если мы будем называть культуру, у нас вот просто пример, к нам будет просто ездить больше туристов. Потому что турист едет именно единственные буддисты в Европе, видеть эту культуру, все наши традиции и обычаи, особенно хурулы, все это посмотреть, нашу красивую стиль тюльпаны. Естественно, их привлекает в первую очередь наша традиционная национальная культура. Чем больше мы будем называть эту культуру, тем больше будет туристов. Будет развиваться туризм, тем больше будет туризм, то туристов там у нас и предпринимательство будет развиваться, экономика будет развиваться, рабочие места и тому подобное. То есть все взаимосвязано. Конечно. Но с серьезной государственной финансовой поддержкой. От этого никуда не уйдешь. Теперь самое главное, это мы развиваем нашу культуру. Я это понял. Но я хочу все равно вернуть вас сейчас в нашу плоскость политическую. Не зря я подготовил вопросы. Вот ответьте на такой вопрос. Вы не первый раз участвуете в избирательной кампании. Вы были уже депутатом, но были депутатом народного хорала от другой партии, от партии «Единая Россия». На настоящее время баллотируетесь от коммунистической партии Российской Федерации. Вот именно этот вопрос задают многие. Почему Дональя Шелханова сменила партию? Здесь мы поподробнее от первого лица, Дональя Блесна, для наших подписчиков. Для кого-то я просто артист, а кто-то знает, что я не первый раз участвую в политической жизни нашей республики. С 2008 по 2018 год я участвовала во всех предвыборных кампаниях. На протяжении этих 10 лет я была членом партии «Единая Россия». Я была членом президиума регионального политсовета партии. В 2018 году я добровольно вышла из состава партии. У меня были причины, я понимаю, что будет сейчас вопрос. У меня были причины, но тогда это было для меня актуально, сейчас это не так уж важно. Но они были действительно, да. Я считаю, что если я баллотируюсь не от «Единой России», а от «Коммунистической партии», я считаю, что я не враг. И я не противопоставляю... Я считаю, что вообще врагов нету. И вообще от любой другой партии, понимаете. Я не противопоставляю себя тем высоким целям, задачам, главным стремлением всей страны. Понятно, что на одну и ту же проблему могут быть разные взгляды. И совсем не факт, что взгляд партии власти может быть безальтернативным. Безусловно. Да, и не предусматривает какие-то другие способы решения тех или иных задач, которые стоят на сегодня перед страной. Цель у нас одна. Это служение своему народу, служение своей родине. В моем случае это еще служение калмыцкому искусству. Более конкретик, потому что в связи с чем переход в КПРФ? Я 5 лет беспартийный человек. Поступила предложение КПРФ, предложение Николая Ирденьевича Нурова. Я думаю, что проанализировав мой опыт, поверив в меня, наверное, как бы вот все сложилось. И мне было предложено, и я очень рада этому предложению. А, то есть вы рады, хотели, хочу до сих пор. Во-первых, я убеждена, что те идеи, которых придерживается коммунистическая партия, они были, есть и будут всегда наиболее близкими народу. Во-вторых, с Николаем Ирденьевичем меня связывает многолетняя дружба. И когда мы были депутатами пятого созыва из разных партий, тем не менее это не мешало нам дружить. И Николай Ирденьевич всегда меня поддерживал как артиста. Это близкий по духу мне человек. И я не думаю, что если я не пройду в парламент, как-то дружба наша закончится, там еще что-то. Ну вот это тоже причина, я думаю, что таких вот доверительных отношений. Прежде всего у нас построено все на личностных отношениях. Ну конечно, тем более это же как соратники идти на народный хурал. Мы же там идем от партии, там должно быть не скачет. Вот сегодня сформировалась межфорционная группа. Они же не просто сформировались, они сформировались по взглядам, да, определенно. Это да, это тоже один из важных факторов. Нарвать, вот вы у нас считаетесь человеком с большой буквы, да, в нашей культуре. Ну, по крайней мере, я считаю, вы у нас заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Калмыки, даже заслуженный артист Республики Имгушетия. И вот у меня вот такой вопрос, я думаю, он будет интересен для наших зрителей. Какова все-таки роль деятеля культуры в современном обществе с учетом тех задач, которые на сегодня стоят перед нашим регионом, перед нашей страной? За что отвечает он деятеля культуры? Сегодня мы, к сожалению, пришли к тому, что образ мыслей, мировоззрения, система ценностей нового молодого поколения формируется не нашим государством и не нашей культурой. В советское время государство прекрасно это понимало и отводило огромную, значительную роль деятелям культуры. И говоря современным языком, раскручивались крупнейшие деятели культуры и был такой некий культ талантливого человека. Который был примером, да? Да, и в этот период создавались на века самые качественные фильмы, качественные спектакли, музыка, песни. И государство настолько это системно и грамотно проводило, что создавалась такая некая культурная среда обитания. Сейчас она как бы есть, но она формируется другой идеологией. Идеологией вседозволенности. А это ни к чему хорошему не приведет. Учитывая, что сейчас глобальный мир присутствует везде, через интернет, через другие источники, стране приходится конкурировать со всем этим. И на сегодняшний день перед страной стоят новые задачи. Формирование нового культурного кода, нового общества, новой личности, для которой, например, понятие Родина – это не только место географического проживания, но и некая система ценностей. Чиновник, он может быть как угодно грамотным управленцем, но внутри системы нужны деятели культуры, которые понимают эти задачи и являются проводниками этих новых задач. То есть деятели культуры, они не развлекают. Они через песни, через танцы, через другие виды искусства, они формируют сознание личности. И это подтверждает высказывание выдающихся деятелей культуры России, что культура – это национально безопасность страны, это духовно-стратегическое оружие государства, которое формирует грядущее поколение. Вот в этом смысле, на мой взгляд, роль деятелей культуры заметно возрастает. Анар Болисовна, сейчас у нас в Калмынской политике, в Калмынском обществе вообще, в общественно-политическом пространстве, прилетает такой запрос на объединение, поскольку, да, на сегодня очень сложная ситуация в стране, на сегодня сложная ситуация, соответственно, и в республике. У нас выборы. И вот многие об этом говорят, но кто-то что-то пытается делать, но таких, знаете, больших шагов к этому нет. Как вы смотрите на этот посыл, на объединение, на консолидацию вообще всех, всего общества, всех общественно-политических сил для развития нашего региона? На мой взгляд, есть такая специфика российского государства, когда в сложные времена происходит консолидация и общества, и элит, и различных политических сил. И сегодня, мне кажется, как раз-таки такие сложные времена, когда между обществом, элитами есть солидарность, потому что есть осознание важности того, что нам необходимо сохранить государство, сохранить общество. И, на мой взгляд, сейчас наиболее важно взаимодействие людей во власти, взаимодействие политических сил. И партийное деление сегодня, оно, на мой взгляд, должно сохраняться, потому что мы являемся все сторонниками сильного государства. И это никак не противоречит партийному разнообразию. Ну, оно же внутри этого всего. Оно не мешает. Таким особым делением нельзя назвать. Просто наоборот, нам надо всем вот так вот. Мы все должны, да, консолидироваться, объединяться, потому что сейчас действительно серьезные вызовы. То есть вы согласны, да, с такими вопросами? Да, я согласна, абсолютно. Нараблисин, вы знакомы со своими оппонентами по избирательному? Да, я знакома, и у нас республика маленькая, со многими лично знакома. Очень их много. Это центральный округ. Давайте, чтобы наши подписчики слышали, я зачитаю. Это Бомбаев Владимир Хаскевич. Это РО, республика РПСС. Это точно, что это за партия? Свобода и справедливость, что-то такое-то. Извиняюсь перед Владимиром Хаскевичем. Как относитесь, кого считаете основным конкурентом? Вот такой вопрос. Во-первых, я считаю, что в первую очередь это люди, которые не безразличны к той ситуации, которая на сегодняшний день происходит. Это патриоты нашей республики. И если их выдвинула партия как сильнейших представителей, я считаю, что, конечно, они достойны. Ну да, если они идут в Урал, соответственно, патриоты достойны партии. Выдвинусь, согласен. Нараблисин, спасибо вам за интервью, спасибо, что пришли. Пришли, я понимаю, у вас там очень такой жесткий график. Кстати, еле как дождался, то Дагестан, то Монголия, такие вот поездки, я понимаю, связаны с творчеством, с работой. Спасибо вам за вашу творчество, думаю, что я честно. Я говорю, когда слышу ваши песни, и у меня мурашки по коже. А вот такой вопрос для меня не лично. Когда вы исполняете наши калмыцкие песни за рубежом, в других республиках, как реагирует публика? Так же, как здесь или наоборот? Нет, здесь это привычный жанр, например, той же протяжной песни. Да, вот это дун, вот это вот. Как они реагируют? Я очень часто езжу в республику Северной Осетии, Алани. У меня очень много там добрых, замечательных друзей, коллег, с которыми я дрожу, и часто участвую в концертах. Когда я впервые исполнила на сцене Владикавказа нашу калмыцкую протяжную песню, стояла после песни «Тишина, долгая тишина». И я подумала, что просто я не понравилась, или это мое исполнение как-то вот не в формате или что. Но когда зал взорвался такими аплодисментами, которые вот просто согрели меня, я почувствовала, что они восприняли это как некое такое, не знаю, какую-то космическую песню какого-то такого вселенского масштаба, да. Вот, поэтому всегда очень хорошо принимают нас в регионах России, ну и за рубежом. Наша культура всегда восхищает людей. Спасибо, Ирина Борисовна. В конце каждого интервью я своим гостям даю минуту, пару, сказать что-нибудь, пожелать, призвать на выборы. Вот. Предлагаю вам это сделать, Ирина Борисовна. Дорогие мои земляки, культура помогает отвечать человеку на такие вопросы «Кто я?» «Где я живу?» «Зачем я живу?» И эти вопросы мотивируют меня не оставаться равнодушной к тем проблемам, которые на сегодня существуют в нашей родной республике. Мы должны сами быть теми переменами, которые хотим видеть вокруг себя. Ирина Борисовна. Боим болтха сонгвырты кюрятык сахатный долган ектын. Спасибо, Нарвай, если что, вы что-то.